ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я посмотрел обзорчик на нее, почитал в википедии, игра меня привлекла, понравилась своей сферой, понравилась тем, что она очень оригинальная, такой игры я больше не встречал. И давайте начнем, просмотрим, что в ней есть, начать новую игру. Я уже немного поиграл в нее, чтобы разобраться. Итак, будем играть с вами в Берлине, мне этот город понравился больше всего. Сложность средняя, строек средняя, ну то есть застроен город. Так, до шестой династии. Выбираем уровень средний. Вы можете выбрать, короче, задание, историческую справку, но мы выбираем реальную историю, будет все происходить на наших глазах. Ваше задание, мы вот здесь можем выбрать задание, по которому будем ходить игру. Я выбираю свободную игру, где зависит решение только от меня и ничего больше. Так, имя. В прошлый раз меня звали Ричард, я назвался Ричард. Давайте назовемся. В этот раз мы играем в 1400 году. Надо назваться каким-нибудь таким жгучим именем. Так, как же назваться? Давайте. Нужен какой-то лорд, лорд. Давайте назовемся. Так, нет. Чё, как слух. Сейчас, я надумаю. Уиллис. 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 Так. Тарневский. В прошлый раз у меня фамилия была. Уиллис. Как же ж назовем его? Савский его. Сав... Савский. Савский. Уиллис Савский. С маленькой буквы ничего страшного. Так, полмужской. Вроде неплохая фамилия и имя для такого периода времени, как 1400. Так, наша вера. Давайте католика выберем. И флаг мне больше всего нравится. Дракончик. Так. Родителей. Можно задать самому геологическое древо. Но я всегда выбираю автоматически. Итак, нам теперь с вами предлагают выбрать ряд профессий. Кузнец. Хозяин гостиницы. Проповедник. Странствующий эвантюрист. Портной. Вор. Парфюмер. Каменщик. Столяр. Алхимик. И строитель кладбища. Так. Что хотелось бы сказать вкратце обо всех профессиях. Нету здесь плохой или хорошей профессии. То есть, каждая профессия хороша по-своему. В данной вообще игре я играл парфюмером и видел, как играют столяром. С столяром я не играл. Я оставил большее предпочение парфюмеру. Потому что мне за него больше всего понравилось играть. Больше я никем из этих профессий не играл. И тоже не видел, как играют. Потому что на ютюбе видео только одного пацанчика. Ну что ж. Давайте, наверное, выберем... А, еще играл вором. Но вором у меня как-то не получилось. Давайте выберем парфюмера. Кто даже смотрел этот фильм. Есть такой фильм. Ужастик парфюмер называется. Фильм такой неплохой. Можете посмотреть. Ну, я считаю неплохой. Но сильно жестокий такой и мерзкий. Ну, можете глянуть. Так. Вот. Рабочие часы. Весна. С утра. Ну, поехали. Серия будет не больше 20 минут. Так. Все. Вот. Мы вот. Смотрите. Наш дом. Так сказать. Ну, не дом, а этот. Вот. Видите. Можно здесь совмещать запахи. И так далее. И тому подобное. Можно сделать вот это. Палитра. Цена 111. С помощью палитры на изделие наводится глянцевый вид. Эта жидкость используется столярами, кузнецами и каминетесами. Можно это сделать. Можно сделать вот это. 166. И вот. Отравленный кинжал. Для начала я сначала делал вот эту штуку. Ну, а тут, видите, надо покупать железо. Почему я отдал Джей Лиз. Работник один. Почему я отдал предпочтение именно парфюмеру. Хотелось бы немножко сказать об этом. Потому что здесь не надо покупать ресурсы. То есть цветы мы находим сами. Отправляем наших работников. Они в течение целого года странствуют. Вот тут время это не день, а это год. И у нас работник странствует. Давайте, наверное, делать вот это. Потому что это дороже всего. У нас работник странствует. И находит какие-то цветы. Ну, естественно, на какие мы ему поставили. Например, лаванды или же сни. И в итоге потом он их находит. И можно дальше заниматься изготовлением. Хотелось бы сразу сказать, что это регулярно контролирует. И это довольно прибыльно. Потому что нам не надо покупать товары. Для того, чтобы сделать, допустим, цветы раствора. Ну и так далее. Так. Тихонку делает. Можно ускорять время, чтобы он быстрее делал. Вот вот так вот. Также, что хотелось... Вот, одна штучка уже есть. Хотелось поговорить об игре. Что в ней есть? В ней есть непосредственно наша мыловарня. То есть наша мастерская, где мы все это делаем. Есть наш дом. Здесь можно улучшать полностью все. То есть, вот смотрите. Потихоньку наш опыт возрастает. И мы можем получать выше звания. То есть, не просто там смешиватель запахов. Да, вот сейчас мы пока там тут лошара. А все... А в остальном дальше будет там все выше и выше у нас. То есть, там парфюмер и так далее. Мастер парфюмерничества. И у вас туда выше. Переговоры. Давайте расскажу, что дает вот эта сначала штука. Степень мастера. Степень мастера позволяет вам делать новые улучшения в своей мыловарне, в мастерской. Нанимать новых работников, улучшать и тому подобное. Искусство переговоров, это тоже немаловажная вещь. Потому что, чем оно выше, тем больше вы сможете выручить на рынке случайных денег. Ну, то есть, вы идете продавать что-то и вы можете... Так как у вас сразу навык переговоров, вы можете продать, допустим, вот вы продаете 5 у тех баночек, которые я сейчас делаю, напитков, как так сказать, изделие, 5 штук за 400. Но так как у вас развит талант, вы можете, например, продать за 500. У вас 100, получается, чистой прибыли. Ну, вообще свободных денег. Вы договорились. То, что оптом там продали, ну такое. Ремесло, но здесь будут работники быстрее работать и лучше выполнять свою работу. Так. Все. За это рассказал. Есть еще здесь ратуша, контора менялы. Ну, то есть, много-много-много всего здесь есть. Так что, можно заходить в каждый дом, таверну. Вот это вот рынок. Самая основная специфика игры. Продавать все здесь на рынке. Вот наша лавочка. Вот здесь мы будем все продавать. Вот видите, 128 стоят вот эти цветы раздора. Производитель мыловарния, парфюмерная лаборатория, парфюмерная фабрика. Это, то есть, стадии нашей фабрики, когда будем улучшать. Пока у нас самая такая плохая лошарная. Но у вас дальше она будет лучше. Итак, вот идет рабочий. У нас работает до 8 часов вечера. И потом он уходит. Я советую ускорять время, чтобы не ждать контакта. Каждый раз всего. Вот. Сделал 3 штуки. Потом надо будет продавать. Здесь вы можете управлять своими рабочими. Вот тут. Можно повысить жалование. Можно заплатить рабочим премием. Советую платить премию хотя бы вот частенько по маленьким суммам. Чтобы рабочий чувствовал себя хорошо. Можно повысить жалование, но пока не надо. Можно нанимать еще людей, но пока я не вижу в этом никакой перспективы. Потом в дальнейшем наймем. Наймем людей тогда, когда нам надо будет уже искать ингредиенты. То есть я так бы полагаю в следующем году. А пока что мы сейчас ускорим время. Пусть она сейчас быстренько. Тык-тык-тык. И делаем. Вот видите, уже 15. Вот скоро сейчас 20. По-моему, уже все. Да, все. 8 часов она уходит. 5 штук она сделала. Еще она может сделать у нас 6 штук. Еще может сделать 3 штуки. И все. И потом уже придется идти искать ингредиенты. Давайте подождем до 23 и этот год закончится. Также мы здесь можем улучшать выжимной пресс. Правой кнопкой мыши удерживайте. И тут написано вообще. Вот бонусы. Дают стеллаж с документами. Эффект 30% увеличится сбор трав. Вот это, если вы играете парфюмером, желательно сразу же улучшать. Но можно получить ценные масла. Но видите, как у меня сейчас пока с деньгами не очень. И поэтому улучшать я сейчас не буду. Вот тут. Используйте ваша Д. Вот это наши очки. Мы можем улучшать за них там навыки в доме, в котором я вам показывал. Вот. 23, пора идти домой. И вот вам показывают. То есть суммарный расход на персонал. То есть и того, видите, у нас только расход на персонал. И все. И плюс 4 АД нам дали. Ну, очков. Очки. АД. Не помню, как это шифровывается. Ну ладно. Заходим в ратушу. В ратушу у нас прописаны законы. И нам можно подавать на граждан. Но это потом. Потому что мы пока еще ничего не сделали такого важного в этом городе. Не добились денег больших. Когда добьемся уже больших денег, тогда уже да. Так. Подать на граждан. Видите, на должность нельзя. А вот здесь подать на гражданство. На гражданство будет можно. Вот тут смотрим финансовые законы. Вот. Налог с гильдии. Налог с продаж. Налог на импорт. Видите, мы пока еще ничего не продавали. Поэтому у нас еще ничего не вычиталось. Вообще, видите, ничего. И поэтому все нормально. Рабочий начинает работать с восьми. По-моему, если у меня не изменяет память. А, даже с семи, походу, начинает работать. Ну вот, он приступил. Точнее, она. Ее можно будет потом повысить. Когда будет четыре года ученичества, можно повысить ее до, видите, на должность. Четыре года требуется, чтобы она проработала. Четыре года это, то есть, здесь, ну, четыре, четверо суток, так сказать. Просто здесь года идут. Итак, сейчас она делает вот эти еще три штуки. И я ее потом отправляю странствовать искать лаванду. Так, не забывайте, что здесь налог на продажи есть. И поэтому очень-очень, так, наделил одного из лучших соперников правами гражданина. Я где-то читал, что если прожить целый год где-то с тысячей, то нам сами дают права гражданина. Они, ну, как не дают, а предлагают взять. Так и должно быть, и мы за 500 подаем заявку на гражданство, а потом можно подать на должность. Хотелось бы рассказать немножко о должностях. Должности бывают разные, и чем они хороши? Если вы будете мэром города, вы можете полностью здание изменять, то есть, продавать, продавать здание, рушить здание, покупать, ну, и многое другое. Улучшать их. То есть, у вас полный контроль над городом. И вы будете получать за это, конечно, деньги. Вот, в принципе, об этом я вам рассказал. Но это всего лишь малая часть, то есть, это первое видео. Так, все. Видите, все готово. У нас не хватает ингредиентов. Мы ее выбираем. Нажимаем искать лаванду. А самим, конечно, желательно. Вот, грамота, получение звания мастера. Можно нанять мастера. Так. Не сможет... Мастер. Транспорт. Блин. Транспорт. Выбираем вот это, загружаем. Нажимаем пункт. Рынок. Все. Наша повозка выезжает. Видите? 8 штуков. Ученик вора. Вот это опасно, потому что... Вот он. Ага. Короче, видите? Он может нас обокрасть. Поэтому надо с такими вот чертями быть аккуратнее. Я не хочу, чтобы он меня обокрал, и я остался без денег. Потому что денег у меня и так мало. Ну, так. Давай, ты где? Что-то ты мне привез еще. Вот он привез. Выбираем 8 штук. И продаем. Вот 2300 у нас уже получилось. Покупать мы ничего не будем. Кстати, они повысились в цене. Видите? 207 стоит. Цветы здесь покупать нельзя. Цветы можно только искать. Цветы еще используют аптекарь. Но у него их купить нельзя. Ой. Чего? Извините, пожалуйста. Ладно. Так. Пока у нас ищет травы. Это чудило. Нам надо сделать вот что. Ммм. Нам надо улучшить. Улучшить надо вот это за 637. Все. Улучшаем. Пусть оно улучшается. Также можно еще улучшить свой дом. Вот так нажимаете. Ой. Нету нету опции. Можно расширить его. Видите? Стена еще. Крапива. Смотрите. Это можно все прочитать. Нажимаем правую кнопку мыши. Эффект 15% защиты от крашства взлома. Понятно, да? Стены. Эффект 15% защиты от краш. Дальше вот тут это потом откроется. Видите? 300 стоит 100. Давайте за 100 улучшим. Ну, это тоже. Не будем скупиться. Потому что, если вдруг нападут воры. И будут пытаться украсть. Пусть они лучше обломаются на полпути. Также здание ломается. И его надо чинить. Лучше чинить, когда оно будет где-то вот вот так. Не советую очень часто чинить. Потому что оно будет падать в цене. Итак. Так как у нас рабочий ищет все. Давайте вот тут у нас улучшить. А, мы тут улучшаем. Все. Ускоряем время. Сейчас должен прийти рабочий. И должно прийти подтверждение того, что он нашел что-то. Вот. Смотрите. Успешная стена. 10 лаванды вот она нашла. Этого мало. Надо будет ее отправить. Вот, вот, вот. Пока есть еще время. Можно ее отправить еще раз. Искать лаванду. Пусть идет ищет. Что-то она стоит. Не пойму. Вот. У нас появился шкаф. Отлично. Ускоряем время. Давайте, наверное, заплатим ей жалование. Ой же. Эту премию. Можно, в принципе, жалование ей добавить. Но ей это делать не советую. Потому что это будет пить вам по деньгам. Лучше немножко платить премию. По чуть-чуть. Тут у нас есть также наша повозка. Ну, повозка. Она нам не нужна сейчас. Все. Ускоряем время. Сейчас будет конец года. Смотрите сразу, сколько всего. Продано товары. Улучшено здание. Итого. У нас налог с продаж 10%. То есть, 165 отняли. Церковная десятина. Церковь тоже забирает себе. Расходы на персонал 56. Итого, минус 354. Ваша прибыль составила 970. Видите? То есть, как бы, не очень много денег пока. Но, но, но. Так. Теперь, когда у нас проблема с травами, я вам советую нанять еще за 168 еще одного ученика. Если вы играете за парфюмера. Так. Ускоряем время. Состояние ваших повозок. Вот. Прибыл новый рабочий. Мэри. Так. Спасибо за... Вот Мэри. Смотрим ее досье здесь. Так сказать. Ученик. Она пока что еще вообще не может ничего делать. Ученик. Жалование нормально. Тут у нее. Суммарный оклад 112. 12 у них составляет. Так. Теперь мы берем и ее на Жасмин. Пусть идет работает. Ну, идет ищет. Все. Они вдвоем ушли. Потому что время 8 часов. И идет у нас ускорение времени. Вот они пошли странствовать. Искать ингредиенты. И скоро вернутся. Также я еще советую, если у вас есть лишние деньги, улучшать вот здесь склад. То есть увеличить вместимость или складной отсек. Вместимость за 400. пока что сейчас в данный момент не надо. Но потом потом будет нужно. И поэтому я вам советую это сделать. Так. Все. Все рассказал. Ждем теперь, пока они вернутся с травами. И потом можно отправить их странствовать еще. Сырья на складе никогда не бывает много. Это правда. Вот наших там соперников потихоньку наделяют правами гражданином. Мне это не нравится. Также вот здесь вы можете посмотреть вот сюда на герб. Посмотреть свое дерево. Вот родитель. Видите. Также мать ваша. Если они умирают, наследство переходит вам. Также у нас есть какие-то там дальние родственники, которые если вы тоже умирают, наследство переходит вам. Вот смотрите. Мое богатство. Католик. Дети пока нет. Ну то есть все по-простому. Возраст 18 лет. Надо найти себе жену. Жену можно найти вот здесь. Ухаживание можно выбрать без должности. Вот видите. Городская служанка. Начальник таможни. Главная арендодательница. Вот здесь можно прочитать. Изготовительница настоек. Вот переговоры у нее три. Ремесло три. Ну вот как-то так. Состояние 39 тысяч. Можно за ней. Да, я хочу начать ухаживать. Так. Пусть ухаживают. Написано 10 лет ухаживать. Надо ухаживать хорошо. потому что чтобы она стала женой. Чем состоятельнее жена, тем состоятельнее ваш статус. то есть вы подниметесь в более высшие слои общества. Все. Смотрим. Так. Что здесь? Вот. 10 лаванды принесли. Угроза запрещена. Это законы. Вот. Нам предлагают степень мастера получить. Да, я хочу 12 жасмин. Все. Уходим отсюда. Идем в мыловарню. У нас есть еще время. Смотрим. Что у нас с травой. 20 лаванды 20 жасминов. Отлично. Мы можем сделать 20 вот таких штук. Они стоят 87 обычно 123. Да? Это 238. Ну или 116. Здесь у нас получится всего лишь 2 то есть 10 таких штук. Ставим двоих. Делать вот эти штуки. Оно будет делаться гораздо быстрее потому что делают сразу два рабочих. В дальнейшем наймем с вами уже больше рабочих и они будут делать намного больше. Сейчас у нас конец года и я думаю на этом мы с вами закончим нашу первую серию по империи по империи по европе 1400. Посмотрим наши доходы расходы. Так вот мы теперь составитель запахов. Состоим в обществе парфюмеров. Это очень хорошо. Пока у нас идет все как нельзя лучше потом нам надо будет нанять старшего мастера который уже будет управлять непосредственно всем. Итак задаток 168 расходы на персонал то есть в итоге у нас 280 потому что мы ничего не продавали. 627 видите так все всем огромное спасибо за то что посмотрели подписывайтесь на канал если вам нравится эта замечательная игра с вами был Герман ну и встретимся в новых сериях всем до встречи